1170 лет назад в Суре, это нынешний Ирак, Раф Амрам Гаон завершает составление еврейского молитвенника Сидура. 225 лет назад Российская империя создает черту оседлости, которая включает в себя земли, доставшиеся от разгромленной и разделенной Польши. По некоторым оценкам, еврейское население на этой территории приближалось к миллиону человек. Сто лет назад британские войска, численностью 50 тысяч человек, перешли в наступление, чтобы взять под контроль Суэцкий канал, освободить Палестину и двинуться к Дамаску. 75 лет назад самолеты фашистской Италии бомбили хайфские нефтеперерабатывающие заводы. В результате первого налета погиб один рабочий и трое получили ранения. Во втором было убито 46 человек и 88 ранены. В третий раз зенитчики Пальмаха открыли огонь и сбили итальянский бомбардировщик. Итальянцы предпочли немедленно ретироваться, но сбросили тысячи листовок на итальянском языке, в которых говорилось «День освобождения арабских народов приближается семимильными шагами». 55 лет назад миллионный репатриант прибыл в Израиль со времени воссоздания государства. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ